Здравствуйте, я Адама Илана, учитель седьмого класса религии города Якутска. Тема моей работы – состояние стандартной популяции вполне мгновенно в окрестностях села Бетинца и Амгинского луса. Актуальность исследования. Работ по изучению стандартной популяции растений в Якутске мало или по многим видам даже отсутствует. По состоянию стандартной популяции можно изучить влияние различных экологических процессов, пазмичная депрессия, восстановление растительности, сукцессии и так далее. Таким образом, изучение стандартной популяции полыни имеет научный интерес. Так как полынь обыкновенная представляет для нас не только практическое, но и научное изучение, данный вид и был выбран в качестве объекта исследования. Предмет исследования – стандартная популяция полынь обыкновенной в окрестностях села Бетинца. Это моя цель и мои задачи. Полынь обыкновенная – лекарственное, пищевое и сорное растение, растет на лугах, среди зарослей кустарников, по берегам рек, на пустырях, огородах и около жилья. В Якутии встречается почти повсеместно, исключая Арктику. Это географическая и климатическая характеристика района исследований. Научная новизна. Впервые проведены исследования по цене популяции полынь обыкновенной в условиях села Бетинца и Мгинского луса. Ранее сведения по данному виду отсутствовали по лусе и по Якутии в целом. Изучены в Якутии в популяционно-биологическом отношении всего не более 50 видов, а во флоре Якутии – почти 2000 видов. Изучены морфометрические показатели цены популяции полынь обыкновенной, выявлен их комплекс показателей индекса виталитета, виталитетный спектр типа ЦП, на основе которых получены первые сведения о состоянии изучаемых популяций в районе исследования. Практическая значимость. Изученное экологическое состояние ЦП полынь обыкновенной, дана их оценка и применены подходы к изучению популяции видов, могут быть использованы для комплексной оценки природных цены популяций и других многолетних травянистых растений. Методика исследований. Популяционно-антогенетические, геоботанические и статистические методы. Комплексный анализ растений двора проведен с использованием материалов летней программы ИИЖ. Латинские названия видов и родов в названии семейств определены сайта Плантариум. Жизненная форма дана по Сербряковой и Ранкиру. Экологические типы увлажнения, хозяйственные значения и места обитания определены с помощью справедливого пособия Гоголевой. Конспект флории высших соседистых растений Центральной Акутии. Экологические характеристики местообитания полномыкновенной определялись с помощью материалов летней школы научного лета онлайн. Полученные данные обработаны статистическими методами с использованием пакетов программы Эксель, предоставленным в рамках школы научного лета онлайн при изучении лекции алгоритма расчета популяционных данных. Оценка экологического состояния Центральной Акутии была неугодной. Тип ЦБ-1 – процветающее состояние. Тип ЦБ-2 – процветающее состояние. Тип ЦБ-3 – депрессивное состояние. Можно предполагать, что депрессивное состояние ЦБ-3 связано с влиянием пазмичной депрессии. Это мои этапы работы и алгоритмы работы. Результаты и выводы. Продолжено изучение растений два раза. Остали список 36 видов растений в таблице Эксель и проведен его комплексный анализ. В прошлом году изучены 24 вида, добавлено 12 новых видов. Также дополнительно изучено 8 лекарственных растений. Выявлено и охарактеризованное 3 мастер питания было необыкновенной. Изучена размерность структуры ЦБ было необыкновенной в 3 мастер питаниях. Выявлены средние марфометрические показатели изучаемого вида. Определен индекс виталитета 3 ЦБ в полной необыкновенной. Выявлены виталитетные спектры типы 3 ЦБ в полной необыкновенной в окре всех села. Дана экологическая оценка состояния ЦБ в окре села Бертинса-Бдинско-Луса. На основе исследования получены первые сведения о состояниях изучаемых публикатских в полной необыкновенной в районе исследования. Спасибо за внимание.